Добрый день, друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Очередная новость от нашего канала сегодня 21 апреля 2023 года. А новость будет такая. Еврофонды помогут латвийским горожанам поменять старые котлы и печи. Большая просьба в начале видео слушайте внимательно. Кто может подавать заявки и так далее и тому подобное. Слушайте внимательно, друзья! Уже в мае домохозяйства в городах и пригородах смогут подавать заявки, чтобы получить грант из еврофондов. Для замены устаревшего отопительного оборудования. Общее финансирование программы 12 миллионов 400 тысяч евро. Грант поможет покрыть от 50 до 95 процентов расходов на проект конкретного домохозяйства в зависимости от того, что именно оно решит сделать со своей отопительной системой. Об этом рассказывает передача «Домская площадь» на латвийском радио 4. Обратиться за финансовой поддержкой для замены старого и неэффективного отопительного оборудования. Могут только жители городов и пригородов приоритетом, живущим в Риге, Лиепае и Резакне, где уровень загрязнения воздуха давно превышает нормативы. Ну и в других городах домовладельцы могут подавать заявку. Так что просьба слушайте внимательно. Целевая аудитория – это обитатели частных и малоквартирных домов. Проект может подать владелец собственности физическое или юридическое лицо, либо уполномоченные ими лица, а также управляющий жилым домом. Поддержка предоставляется частным или малоквартирным домам, где общая потребность тепловой энергии не превышает 50 кВт. Обычно это дома не более чем на 8-12 квартир. Двухэтажные или трехэтажные. Ну, я вот немножко остановлюсь. Вот сколько мы ездим по Латвии, вот обычно вот этих сельских местностях, вы знаете, двух-трехэтажные. Ну, это советские постройки в основной своей массе. Это сказала председатель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Дана Прижавойте. Это я добавил сам про то, что это советские постройки. Ну, сами подумайте, правильно? Да, чтобы подать заявку, продолжаю дальше, чтобы подать заявку на поддержку, надо подготовить сведения о нынешнем потреблении тепла и энергоснабжении жилого дома. Предоставить фотографию существующей системы теплоснабжения. Указать, на какой вид отопления будет заменен. Информация о программе доступна на сайте Центрального агентства по финансам и договорам. Консультации можно получить по телефону, я повторю два раза, 24-00-27-00. Консультации можно получить по телефону 24-00-27-00. Сначала нужно подать проект Центральное агентство по финансам и договорам. В конкурсном порядке проект должен быть оценен и одобрен. Оплата домохозяйством производится после окончания проекта. То есть, после установления нового уже оборудования одним платежом. Это сообщила Прижавойте. Фамилия такая. По оценке Министерства охраны среды и регионального развития, грант могут получить 1200 домохозяйств. Его размер от 50 до 95% от стоимости проекта. Интенсивность поддержки будет зависеть от установленного нового оборудования. Мы отдаем приоритет подключению к централизованной системе отопления. Там поддержка составляет 95%. Второй приоритет – установка тепловых насосов типа «Земля-вода», «Воздух-вода» и «Вода-вода». Там коэффициент поддержки 85%. Замена котла на древесной биомассе, подходящего для гранульного топлива, будет поддержка 70%. Замена теплового насоса «Воздух-воздух» поддержка будет 50%. Сказала чиновница. Она также отметила, что максимальная сумма поддержки может зависеть также от мощности оборудования. В информации о программе также особо отмечено, что оборудование, для которого домохозяйство надеется получить грант, можно покупать и после утверждения заявки, и подписания договора, и до, но оно не должно быть куплено раньше 7 апреля 2023 года. А сегодня у нас уже 21 апреля. Продолжаем далее. По словам данной приживой Т, цель программы – содействие замене старого и неэффективного отопительного оборудования на биомассе, угле и торфе в городах, чтобы уменьшить их негативное воздействие на качество воздуха и здоровье населения. По данным Министерства охраны, среды и регионального развития, 70-80% латвийских домохозяйств с индивидуальным теплоснабжением используют для отопления биомассы. Ну а чем еще им отапливаться? Газ... Ой, друзья, это отдельная тема, другая тема. Да. В 2020 году средний возраст дровяных печей составлял от 23 до 27 лет. А котлов, работающих на угле и торфяных брикетах, составлял от 13 до 23 лет. Ну, в принципе, да, это соответствует действительности. Дровяных печей составлял от 23 до 27 лет. Ну, смотря чем топить. Это я от себя добавляю. Если они топили или будут топить такими твердопородными деревьями, типа ясень, там дуб, ну, почему нет? Люди находили и топили сухие. Так они быстро, еще быстрее разваливаются. Потому что там жар совсем другой. Температура. Пламени. Ну, а котлы, работающие на угле и торфяных брикетах, тоже. Сколько будешь топить? Ну, правильно, от 13 до... Вот видите, 10 лет. Вот смотрите, от 13 до 23 лет. Плюс-минус 10 лет получается тогда. На этом, друзья, я новость эту заканчиваю. Не забывайте, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь с друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал. Большая просьба. По желанию, конечно. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Надеюсь, вы внимательно послушали вот эту информацию. Эту новость. Да, эту новость, ну и информацию. До следующих видео. Всем спасибо. До следующих видео новостей. А новости будут.